Дискотека Главная советская традиция – сначала лекция, потом танцы Король последних журнальных страниц Я выписывал практически все журналы, я их не преувеличиваю Нет, я не выписывал, но их покупал, читал, мне это было интересно, мне нравилось его Парадоксальность мышления Да, конечно, журнал «Ровесник» был на настольной книге Если он писал, что эта пластинка вышла и нужно послушать, то мы все бежали и слушали эту пластинку Организатор первого советского рок-фестиваля Наши рок-песни, на мой взгляд, это единственный способ создавать такую музыку Такие песни, которым молодежь могла бы верить Крестный отец главных советских рок-звезд Артем первый, кто пригласил нас И с этого, в общем, началось победное шествие Париума в сторону мира Ну, вся история группы «Браво» связана напрямую с именем Артемия Он поднимал сюда культуру инакомышлення Вот, в которую до поры до времени впадал русский рок Автор первых советских книг о рок-н-ролле Ну, если Петр Первый прорубил окно в Европу, то Артем, конечно, прорубил окно русскому року в западный мир Создатель и ведущий культовых музыкальных радио- и телепередач Здравствуйте, Дэвид. Приветствую вас с кафе «Обломов». Спасибо Автор и ведущий цикла онлайн-передач об истории рока Пенсионерским приветом к вам обращается Артемий Кимович Троицкий Культуртрейгер, сноб, киноактер, эмигрант, политический обозреватель и диссидент Артемия Троицкого называют по-разному Он уже 40 лет является абсолютным авторитетом в музыке И не только в России, а также за ее рубежами Так было и так будет От имени всех наших общих друзей поздравляю свою крестного папочку с юбилеем Не каждому завиять в России удается дожить за пенсию Наша история начинается в 1955-м Главный хит в этом году – песня «Rock Around the Clock» Выходят первые пластинки Элвиса Пресли и Чака Берри и роман Лавита Погибают Джеймс Дин и Чарли Паркер В этом же году создана Организация Варшавского договора и первый космодром Байконур Принято считать годом рождения рок-н-ролла год 1955-й В 1955-м году родился я сам, так что являюсь ровесником рок-н-ролла И мне это очень приятно Вторая половина 50-х годов Недавно умер Сталин Его бывшие соратники во главе с Хрущевым уже отреклись от своего вождя Но призрак коммунизма будет ходить по Европе еще целых 30 лет Не было в моей стране ни одного яркого и замечательного события со знаком «плюс», Которое пришлось бы на время моей жизни За исключением, пожалуй, полета в космос Юрия Дагарина Все Я начну с очень редкой пластинки Может быть, я вообще единственная, у кого она есть Она называется «Юрий Дагарин в космосе» Записи мамы Руфины Троицкой Первые впечатления ребенка Школа, тюрьма, лагерь, концлагерь Поступление в пионеры прошло спокойно Неприятности начались позже 60-е годы начались очень радужно для Советского Союза Русские люди, особенно русская молодежь, с энтузиазмом воспринимали то, что происходит у них в стране Я являюсь представителем великого советского народа Но потом, к середине 60-х, все стало портиться Брежнев сменяет Хрущева Короткая оттепель кончилась и началась долгая зима Но все это не волнует школьника Артема Куда важнее то, что семья переезжает в Прагу В Чехословакию, в другую страну Хоть и социалистическую, но другую Никто так долго не знает Артема, как знаю я его Потому что мы с ним познакомились в Праге В начальных классах Родители Саши и Артема работали в международном журнале Проблемы мира и социализма Редакция которого находилась в Праге Отец его известнейший человек Прекрасный специалист по Латинской Америке Знаком был с Фиделем Кастрос Написал книгу о Че Геваре И с Че Геваром лично был знаком Во втором классе начальной школы Во время осенних каникул я поехал в летний лагерь И вот там я впервые услышал музыку Которая, ну в общем-то, стала чем-то вроде моей основной профессии Я имею в виду рок-н-ролл Артем быстро подружился с местной школьной бит-группой The Whirlwind Лидером которой был Саша Костенко Артем стал помогать группе с текстами и пиаром Играли только английскую музыку В основном это был бит Постепенно Артем стал нашим, как бы, продюсером Но человеком, который нас выдвигал немножко В своих кругах мы постарше были И он всячески нас там рекламирует The Whirlwind стала первой группой В долгой карьере будущего известного критика Журналиста, пропагандиста рок-музыки и промоутера Я чуть-чуть повзрослел и стало у него уже лет не 12, так, а примерно 12 с половиной 13 Я стал слушать музыку стиля underground То есть все эти милые мелодичные песни отошли на задний план Возникла вот эта великая новая рок-музыка Джимми Хендрикс, Фрэнк Заппа и прочие такие люди В школе Артем дебютировал как радиоведущий Прокравшись в школьную радиорубку Он поставил на всю школу пластинку с западной музыкой Из-за чего был исключен из пионеров В первый, но не в последний раз В том же 67-м году 12-летний Артем написал свой первый рок-текст В школе мы начали выпускать газету Она называлась New Diamond Первым распространителем, первым человеком, который заинтересовался этим, это был Артем Под псевдонимом Мак Холден, который намекал на героя романа над пропастью воржи Он написал заметку про только что вышедший альбом Битлз Сержант Пеппер Недавно в Англии известная группа Битлз выпустила новый альбом Название альбома Strawberry Fields Forever Ой, сори, Сержант Пеппер Обложка этого альбома очень яркая и красивая На ней изображены Битлз в костюмах прошлого века У Пола, Джона и Ринга усы, а у Джорджа усы и борода На первой стороне пластинки есть песня из зала Выходила газета целый год, почти каждую неделю И всего было сделано около 40 номеров 1968 год Ветер перемен стал просачиваться даже за железный занавес В Чехословакии к власти пришли коммунисты-реформаторы во главе с Александром Дубчиком И провозгласили курс на социализм с человеческим лицом Свобода слова, свобода культуры и так далее Но свобода продлилась недолго Братья по коммунизму во главе с СССР задались логичным вопросом Если у вас социализм с человеческим лицом, то какой же он у нас? В мире социализма начались проблемы После долгих переговоров и уговоров у стран Варшавского договора лопнуло терпение И в августе 1968 года полмиллиона коммунистических крестоносцев вторглись в Прагу И растоптали зарождающуюся войницу Раздался такой вот лязг зверский Подошли к окну и увидели танки Никто ничего не мог понять, что это такое То ли демонстрация какая-то, то ли парад начался Оказалось, что у социализма не может быть человеческого лица Ну и, естественно, журнал был сокращен Вернулись мы назад в Советский Союз, в Москву Однако жизнь стала как-то налаживаться Артем встретил старых пражских друзей В том числе и Сашу Костенко В это время началось движение хиппи И я был одним из первых Тогда хиппи были люди, как правило, из интеллигентных семей Был Саша Лепницкий, Володя Лепницкий Был очень много, был Артем, конечно Артем там среди нас был тоже хиппи Стал я вхож вот в эту самую систему где-то примерно году уже в 71-м То есть когда мне было 15-16 лет Вот это вот как раз фотография хипповых времен Я нахожусь в городе Горзуфе Где тогда тусовались все хиппи И я в том числе А как же другие наши герои? Они тоже были в системе По психологии я был безусловно хиппи Мы ездили автостопом И каждый приобретал этот опыт Это было очень важно И жить в стогах сена И в Таллине там на какой-то хипповой горке Встречаться, тусоваться Это было очень важно пройти Это было какое-то очень приятное Совершенно понятное Естественное среда обитания Я никогда не принадлежал никаким движениям Я не панк И я не хиппи Я это просто я Хиппи-тренд того времени Он очень всем нравился Вот это вот ходить, так сказать В потертых джинсах Носить яркую одежду такую А мне какие-то колешоные полосатые джинсы Специальная такая рубашечка тоже интересная Длинные волосы, бородки, все такое Это Артемий Киевич визи хиппи Для того, чтобы быть в системе Надо было ничего не делать Это было обязательно условие А мы наоборот были чудовищно заняты В общем, я многих оттуда знал Просто потому, что они постоянно приходили на Сэшина В Москве в то время Каждые выходные проходили подпольные рок-концерты Редкий концерт кончался сам собой Обычно появлялась милиция И тупо выключала электричество на сцене и в зале Тогда концертов не было Это были как бы студенческие танцы Вечера Назывались сейшин Когда я первый раз пошла на Сэшин Я обалделась Это обстановка Это потрясающая музыка, которую нигде больше не услышишь У нас в Москве Как и в Праге, Артем быстро подружился с окрестными музыкантами Моей главной дружеской группой была группа «Удачное приобретение» То есть они играли такой, ну такой блюз-рок Такой хардовый, хардовый психоделический блюз-рок Вот эту вот гитару, чешская гитара «Стар-7», на которой тут играет Леша Белов Вот я у него потом купил А вот, собственно, я на этой гитаре, которую я ему потом по его просьбе продал за 50 рублей После того, как на эту гитару упала пианино Он сказал Я, говорит, хочу ее иметь, потому что на ней играл Вайт Его очень интересовало музицирование, в частности, на гитаре Он хотел серьезно научиться играть Но, видимо, Артемий не смог выделить время для освоения серьезного инструмента Самый популярный подпольный рок-звездой Советского Союза Был Андрей Макаревич и его «Машина времени» Таким я его помню А вот как мы познакомились Кто? Не помню Нет Лицо стерты, краски тусклые То ли люди, то ли куклы Взгляд похож на взгляд Один на день С Андреем Макаревичем я познакомился тогда, когда он выглядел именно таким образом Он был очень худенький, вот, с прической в стиле Анжела Дэвис Солнце, заяц, титры, клетки Все они, Мария, нет Не в лоб, не наружные рука Начали мы с ним близко общаться уже где-то года через полтора после этого Поскольку ухаживали с ним за родными сестрами Ну и тогда уже как мы стали вместе бывать и в компаниях, и выпивать, и разговаривать о музыке, и все такое прочее В это же время Артем познакомился с Сашей Лепницким Муж не помню, кто нас познакомил Он еще учился в институте Студентом я был очень плохим Занятия в институте я вообще почти не посещал И был типичный, надо сказать, студент Очень тощий, вечно голодный И, конечно, нас объединила страсть к пластинкам Для советской молодежи пластинки рок-музыки были единственной ниточкой, которая связывала их с остальной планетой В других странах люди знали, что когда-нибудь, к примеру, Led Zeppelin или Pink Floyd обязательно приедут с концертами и в их город А если и не доедут, то всегда есть пластинки, радио, телевизор, журналы и кино А у советских меломанов всего этого никогда не было и не ожидалось Дело в том, что так как у меня было побольше, наверное, возможностей, чем у него Не только потому, у него тоже отец был выездной и привозил, безусловно, ему пластинки Но у меня отчим ездил чаще и бывал в самых таких главных странах, типа Англии и США Мой отчим был переводчик Хрущева, потом Брежнева, Виктор Суходрев Во время этих встреч наметились хорошие перспективы развития экономических отношений И мы рады этому Он же привозил и всякие крутые журналы, типа Плейбой И Артем в первом же номере русского Плейбоя, которого он стал редактором в 90-е годы Он написал в предыстории, что первый Плейбой он увидел у меня дома Плейбой, привезенный переводчиком Брежнева Ранние 70-е Пинк Флойд показывает темную сторону Луны Марлон Брандо становится крестным отцом Дэвид Боуи превращается в Зигги Стардаста А Лу Рид в Трансформера Тем временем в СССР ранний застой Иосиф Бродский изгнан из страны Андрей Тарковский снимает зеркало и Солярис А Артемий Троицкий начинает вести первую дискотеку в Советском Союзе И занимался я в это время в основном тем, что шлялся по сейшинам Мотался с разными друзьями и девками С тем же Сашей Костенко Опять же мы с ним вели вот с 72 по 74 год эту дискотеку Дискотека очень строго и логично состояла из двух частей И это была славная советская традиция Сначала лекция, потом танцы Причем лекционную часть придумал я Я буду ставить разные старые пластинки Они будут более или менее громко шипеть И буду рассказывать какие-то маленькие истории Которые с этими пластинками связаны Каждая лекция была посвящена какому-то одному артисту или группе Пинг Флойд Эмерсон Лейкенд Палмер Кинг Кримсон Маховишну Оркестра Фрэнк Заппа Иногда мы использовали слайды То есть пускали на экран слайды, групп, фотографии групп Это было фантастически При той скудности информации, которая была тогда в Советском Союзе Молодежь просто ломилась туда Прийти, попасть на дискотеку было практически невозможно Это было сложно Продолжалась эта дискотека целых два года До осени 1974 года Когда комсомолецы наконец-то положили конец этому безобразию Дискотека моя прекратилась И после этого я В следующий раз я диджействовал Наверное, так лет через 30 Уже где-то ближе к концу Всей нашей дискотечной эпопеи То есть осенью 1974 года На одну из дискотек пришла Такая смутно мне знакомая дама И прослушав лекционную часть Она ко мне подошла В невероятном возбуждении и восторге И сказала Ты тот человек, который нужен журналу «Ровесник» И сказала мне, что есть такой журнал «Ровесник» О котором я раньше даже не подозревал Который заваливают письмами С просьбой рассказать О всяких там Бетлах, роллингах и всем остальном А журнал этот орган ЦК ВЛКСМ И посвящен как раз жизни молодежи за рубежом То есть им вот как раз это было положено делать И вот я стал для них писать «Диперпл», «Ладзеплин» Ну а остальное, в общем-то Неплохо известно У журнала «Ровесник» были миллионные тиражи И из-за статей про музыку на последних страницах Его выписывали, покупали и читали по всему СССР От Риги и Владивостока до Деревана Да, конечно, журнал «Ровесник» был настольной книгой В советские времена Потому что, в общем-то, особо почитать В современной музыке было вообще нечего И вот эти какие-то короткие заметки В «Ровеснике», «Кругозоре» Вот из-за этих крупинок приходилось складывать в голове какое-то Какое-то представление о том, что где-то чего-то происходит Я выписывал практически все журналы Я их не преувеличиваю Все выписывал из-за музыкальных статей Я люблю больше читать о музыке, чем слушать музыку, наверное, в то время Нет, я не выписывал, но я их покупал и читал Мне это было интересно Мне нравилась его уровневая эрудиция И парадоксальность мышления Что пытался утверждать Ледзеппелин, я право же не знал Ибо секс в утверждении вовсе не нуждается Да вообще, с этими журналами история была смешна Так как к Ереван они доходили тяжело И с подпиской на них была проблема То приходилось за ними просто охотиться Ходить в какие-то киоски в центре города Но утром по пути в киоск Я часто хочу, чего нет Меня научила мечтать Свежая краска газет Союз печаль Ну, если вдруг происходила такая оказия И номер уходил из-под носа То приходилось обзванивать тех знакомых Через них удалось добыть, по крайней мере, много номеров Которых как раз и были всякие культовые статьи Как оказалось впоследствии Я эти журналы не читал Особенно я никогда не любил ровесник Но мои все друзья выписывали этот ровесник До сих пор на дачах На дачах такие стопки Все хранят до сих пор Людям по 65 лет Они прямо вот так Жены ходят, говорят, давай все в костер нахрен Нет, 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 это тройский Кроме относительной известности и денег Работа в журнале «Ровесник» давала Артему особые привилегии Дело в том, что у журнала «Ровесник» были некие валютные квоты На подписку на иностранное издание Постоянно я подписывал свой любимый New Musical Express Который в то время был просто очагом-рассадником Передовой рок-журналистики А в 76-м году уже начался панк И он мне был, в общем-то, ближе Больше по душе, чем хиппизм Поэтому я с огромным удовольствием свои длинные волосы и пакенбарды Значит, все это сбрил И стал ходить, значит, с коротким ёршиком За что, значит, многие стали меня за глаза называть фашистом Потому что так вот считалось, что если вот ты вот Если ты не хиппин, но при этом модный парень То, значит, обязательно фашист Никто не поддержал Артёма в его панк-трансформации Он развёлся с женой хиппи И рассорился с многими друзьями-меломанами С появлением новой волны Нет, наверное, с появлением панка, да У нас с ним вкусы разъехались резко Потому что я панк никогда не любил и не люблю Как перевести панк Панк, это, в общем, в моём понятии Это носок, вывернутый наизнанку А он такой апологет, разрушение Вообще, мне кажется, что его в музыке прежде всего интересует не сама музыка А её социальная составляющая То, что находил Артемий и приносил как альтернативу нам, в частности, по музыке Меня всегда вызывало смех и буйную реакцию Я думал, это он так прикалывается И лишь только спустя много лет я понял В чём-то вот нестандартном видеть красоту Это стиль Артемия Торецкого Во второй половине 70-х годов Троицкий стал участником А потом и организатором первых советских полуподпольных Рок-фестивалей в Эстонии, Свердловске и Черноголовке Все друзья музыканты Артёма, конечно же, на них выступали Но хотелось чего-то свежего И когда пришёл черёд нового фестиваля в Черноголовке Троицкий решил обратиться за помощью к Андрею Макаревичу И тот познакомил его с БГ и его аквариумом Мне, значит, описала группа аквариум Писал её, правда, так довольно осторожно Сказав, что я вообще не уверен, что это рок-музыка Потому что у них программа такая акустическая Скрипка, виолончель Но при этом он мне процитировал что-то из их текстов У меня это зацепило Здесь дворы, как колодцы, но нечего бить Если хочешь здесь жить, то умерь свою прыть Научись то бежать, то слегка тормозить Подставляя соседа под божьем И когда по ошибке Зашёл в этот дом Александр Сергеевич С разорванным ртом То распяли его Перепутав с Христом И узнав об ошибке днём позже И я позвонил Боря Чей телефон мне опять же дал Макаревич А аквариум тогда как раз вот только-только Вступил в свою электрическую панковскую стадию И Боря мне вдруг говорит Да нет, у нас, в общем-то, никакая не акустика Нам нужен электрический аппарат Мы сейчас играем панк-рок Я, как говорится, тут и сел, старик То есть как-то так У нас вообще не было в России тогда Ни одной панк-рок-группы А я-то сам уже три года как был на панке И никакого этого классического рока В принципе не слушал Я говорю, какой панк-рок? Ну, на что похоже, что это? И тут Боря стал у меня сыпать Вот там Белвет Андерграунд и Лу Рид Потом Токинг Хэт Би-фифти-туз, Треймонс и так далее Я понял, что отлично Новая волна наконец-то дошла до славянской души Новая волна, где она? Я рок-человек Что мне волна? У нас не глубинка У нас глубина И никакая волна не доходит одна Но... Фестиваль в Черноголовке за день до Был отменен Тем не менее, многие музыканты уже приехали И мне удалось буквально за день Соорудить такой один фестивальный концерт В конференц-зале издательства «Молодая гвардия» Там как раз выступили и «Последний шанс» И в том числе группа «Аквариум» И это было нечто вообще неслыханное Спели они там песни и про Марину И про летающую тарелку Я над этой планетой Не стал вылетать никогда Ну и какие-то акустические и так далее И все То есть я просто растекся Максимально их обнимал, целовал Говорил, ребята, все, вы вообще Вы сделали не то, что мой день А вы сделали всю мою жизнь на ближайшее время Артем был первый житель Москвы Которому мы понравились И который решил вытянуть нас из Петербурга Где мы без него могли бы застрелить на реке Были бы никому неизвестны Артем первый, кто пригласил нас И играть в Москву И потом пригласил в Тбилиси И с этого, в общем, началось победное шествие Аквариума В сторону мира Добрый вечер, прекрасный Дай мне напиться железнодорожной воды Дай мне напиться железнодорожной воды То ли правда волна докатилась То ли это было потепление перед Олимпиадой в Москве Но в 80-м году прошел легендарный рок-фестиваль в Тбилиси Ни до, ни после ничего подобного не было И в народе его прозвали советским вудстоком Все произошло исключительно по блату и благодаря личным связям Троицкий и Лепницкий приятельствовали с директором грузинской филармонии Гайозом Кандалаки Как-то осенью 79-го года они зашли на работу к Вальту Белову В ресторан София Выпивая, закусывая и слушая блюзы в исполнении группы Удачное приобретение Они задумались сделать большой рок-фестиваль Артем был назначен арт-директором фестиваля И ему поручили собрать в Тбилиси все самые лучшие рок-группы Советского Союза Ну а я, естественно, подтащил всяческий андерграунд Но андерграунд, это с одной стороны была машина времени Которая уже была таким полуандерграундом Вообще Артем молодец как арт-директор Он действительно представил такой спектр разной музыки Которая существовала в тот момент на территории Советского Союза Джаз-рок, хард-рок, традиционный рок-н-ролл и панк-рок Кого только не было Ну и кто там громче всех прогремел и оскандалился Это группа Аквариум Это был самый глубокий андерграунд на тот момент Появилась первая группа, которая играет что-то похожее на панк-рок Это ансамбль Аквариум Я очень рад этому событию Значит, когда мы туда приехали Начался такой беспредел Что я, как руководитель, администратор, директор группы Взял значок и вырезал буквы Снимая из себя всякую ответственность Из газеты набранной Ну как Sex Pistols Сделал вот в такой эстетике Все поняли, что необходимо каждому иметь Значок такой У каждого, значит, был значок в какой-то надписи А наш любимый барабанщик Женя Губерман Сделал значок, на котором было просто написано Пошли все открытым текстом Фестиваль в Дерисе меня запомнился тем, что Во-первых, пьяный Артем сломал мою гитару Перед выходом на сцену Что, конечно, не способствовало точности игры Вспомнив свои театральные корни Группа Аквариум под конец выступления Устроила перформанс в стиле панк Чем сильно шокировало публику, жюри и даже коллег-музыкантов Аквариум тогда играл в панк Вот Боре это было интересно Мне нет Я люблю другой аквариум Нас называют там панк-роком Нью-вейп Мы возвращаем уроку его смысл первоначальный То есть это не эстрада Не подчиняющаяся данным словностям Не было никакой перформансы Нет, все было совершенно спонтанно Весело, дурашливо и совершенно несерьезно Во-первых, это все очень быстро В пределах одной песни Началась вот эта чертовщина Мы ехали рассчитывая устроить шум Но мы его устроили Скульптурная группа была примерно такая Боря Горбенщиков, он лег на спину Играя при этом на гитаре Сева Гакель, это виолончелист Он поставил на него сверху виолончели А еще у них был такой погод, такой Александр Александров Вот, он бегал вокруг и как-то вот Надел вид, что он их из фагота расстреливает Для грузин это, по-видимому, было невиданным И было шоком Марина мне сказала, что ей надоело Что она устала К текстам тоже были некоторые претензии Ну, известная история с песней Марина Которая собиралась выйти замуж за Финна Марина мне сказала, что ей стало ясно Что она прекрасна Но жизнь напрасна И ей пора выйти замуж за Финна Они решили выйти замуж Что они поют, выйти замуж за Финна И жюри тоже решила покинуть зал Во время выступления аквариума Сразу после окончания фестиваля В Ленинградский горком партии Пришли доносы на Гребенщикова и компанию Из-за этих доносов Гребенщикова выгнали с работы Исключили из комсомола И вскоре от него ушла жена с маленькой дочкой Он совершенно выпал из социума И устроился, как и многие его друзья Ночным сторожем У него появилась идея записывать альбомы И с этого началось поколение дворников и сторожей Этот скандал с Гребенщиковым Который вылился в то, что Гребенщиков стал легендой 1980 год В Москве проходит Олимпиада Андрей Тарковский навсегда покидает Советский Союз Выходят последние альбомы Джона Леннона и Joy Division В этом же году умирают Джон Леннон, Джон Боном, Бон Скотт и Ян Кертис В Москве во время Олимпиады умирает Владимир Высоцкий А в Ленинграде Майк Науменко записывает свой первый альбом Сладкая Энн и другие Ты дрянь Знаете такого артиста по имени Майк Науменко? Майк Науменко поначалу был гитаристом в группе Аквариум Потом он стал писать песни и даже записал совместно альбом с БГ Ты дрянь Я о Майке узнал именно от Гребенщикова То есть уже после фестиваля в Тбилиси Борец стал наезжать в Москву и один из группы И давать какие-то квартирные полуподпольные концерты Теперь на сцене Аквариум из Ленинграда Ну и с Борей мы тогда очень крепко дружили И я, естественно, будучи исследователем подпольных горизонтов Естественно, я Борю попросил о том, чтобы он что-нибудь мне такое рассказал А кто у них там еще в Питере есть Он сказал, что в общем-то большому счету никого там интересного нет За исключением одного парня, которого зовут Майк И выдал мне катушку Ты клянчишь деньги на булавки, ты их тратишь на своих друзей Слава Богу, у таких, как ты, не бывает детей Я это послушал, ну и, в общем, естественно, это произвело на меня совершенно убойные впечатления История питерского андерграунда тут же обрела еще одно измерение Я ему сказал, что вот Майк это супер, это замечательно И нужно его поскорее привезти в Москву Здесь нас никто не любит, и мы не любим их Все ездят на метро, ну, а мы не из таких Ага, мы берем мотор, хотя в кармане галяк И мы киряем свой портвейн, мы пьем чужой коньяк Я не люблю таганку, ненавижу Арбат Еще по одной, и пора назад Первое публичное выступление Майка произошло не в Зюзино Можно не хлопать Рядом, в Северном Чертаново Возможно, некоторых из вас его песни как-то огорчат или покоробят Но, значит, это счастливые люди, у них нет тех проблем, которые есть у Майка Я сижу в сортире и читаю Роллингстоун Венечка на кухне разливает самогон Вера спит на чердаке, хотя орет магнитофон Ее давно пора будить, но это будет моментон То, что за второй день нужно спать, но спать лень Хочется курить, но не осталось папирос Вышел он, я помню, куряя, значит, папиросу Беломор сказал, что... Сегодняшнее выступление, кроме всего прочего, рекламирует напиток прекрасной фирмы Хавана Клаб, Ром, ну и, пожалуй, что Ленинградский Беломор Таким образом, на самом деле, предвосхитив целую эпоху в нашем шоу-бизнесе То есть он был первым артистом, который объявил спонсора Хотя, естественно, никаких спонсоров не было, никаких денег не было вообще Я боюсь жить, наверное, я трус, денег не готовоюсь, пригородлю И народ, конечно, совершенно обалдел Я свистеть тоже умею Майк, собственно говоря, это первый из наших артистов, кто поднял вот эти вот извечные рок-н-ролльные темы Про секс, алкоголизм и так далее Этого не было до него вообще практически Ты хочешь, чтоб все было по первому сорту Но готова ли ты к пятьсот второму аборту Ты дрянь В Майке абсолютно не было фальши И когда он там говорил, я рок-звезда, я супер-кул и так далее Во всем этом чувствовалась такая очевидная густапсовая самоирония Ты не помнишь, как звать стул, что спит рядом Не помнишь, и ладно, и помнить не надо Ты звезда рок-н-ролла После этого концерта продолжались разборки Между теми, кто говорил, вау, и как это круто И теми, кто говорил, что вообще это хулиганство и похабство И так нельзя, и вообще где-то ближайшее отделение милиции И они подрались там еще Спасибо! Феномен сам из дата существовал в России давно Еще со времен путешествия из Петербурга в Москву-Радищева Но в 70-е годы 20-го века он достиг своего пика Большинство советских людей впервые прочитали произведения Солженицына, Набокова, Бродского, Пастернака и других Именно в виде сложенных в папку, перепечатанных на машинке листков бумаги В 1977 году в Ленинграде появляется первый рок-самыздат-журнал «Рокси» В редакции журнала сидят все те же Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Сладкая Энн и другие Они стали выпускать рукописные рок-журналы, которых в Москве вообще не было на протяжении всех 70-х годов Им хотелось на самом деле выстроить такой полноценный, свой такой полуигрушечный, но в чем-то и очень серьезный рок-мирок Тем временем, проникшись ленинградским опытом, в Москве открывают журнал «Зеркало» Естественно, Артем был сразу приглашен поучаствовать в этом проекте Одна из первых статей Артемия для журнала «Зеркало» была о группе «Аквариум», где Троицкий поднял руку на святая святых, на тексты песен Бориса Гребенщикова Они говорят, что губы ее стали сегодня как ртуть Что она ушла чересчур далеко, что ее уже не вернуть Но есть ли средь нас хотя бы один, кто мог бы пройти ее путь Или сказать, чем мы обязаны ей То ли тоже совпало, то ли игра в игрушечный шоу-бизнес начала давать свои плоды Но в 1981 году случилось еще одно важное событие В Ленинграде открылся первый в Союзе официальный рок-клуб Единственным, кого не взяли в клуб за экстремизм, был приятель Майка и первый панк в Сея Руси Андрей Свинпанов Зато его группу под названием «Автоматические удовлетворители» заметил и стал протежировать сам Артем Троицкий Что интересно? Интересно то, что одним из участников вот этой вот самой вот компании «Свина» Был молодой парень экзотического вида Такой черненький, сутуленький по имени Витя Фавилий Цой Он там тоже играл на ритм-гитаре, подпевал и все такое прочее Понравился мне Цой И потом уже после «Автоматических удовлетворителей» опять же могу похвастаться То есть, ну пусть хоть кто-нибудь этим похвастается Тем более, что это правда Я могу точно сказать, что я устроил первое публичное выступление Виктора Цоя вообще где бы то ни было Русские рок-музыканты впервые массово стали записывать альбомы, оформлять их И распространять через сеть так называемых писателей на всю страну Магнит издат – это была сеть, магнит издат – это была целая, огромная подпольная индустрия У меня было несколько приятелей, в которых просто дома состояли десятки магнитофонов И они крутились по 24 часа в сутки За этими стеклами, вот здесь они еще аппараты сохранились Вот они А здесь тоже машина стояла, которая на эти коситики подавала Шторы закрывали, чтобы ни жарко, ни холодно, и батареи отключались А здесь вместо книг стояли катушки И у них была своя клиентура, самая разная Так, эту катушку в Брянск, эту катушку в Владивосток, эту катушку в Иркутск И пошло-поехало А там уже были, в свою очередь, свои ребята с кучей магнитофонов И вот так вот это все распространялось, и надо знать, что распространялось это мгновенно В Ленинграде была своя студия Эбби Роуд и свой Джордж Мартин Его звали Андрей Тропила Он в то время работал звукорежиссером в Доме детского творчества Во время каникул и по ночам, когда дети уже спали Музыканты прокрадывались в его студию и записывали все классические рок-альбомы 80-х годов Так уж получилось, что я явился отцом русского рок-н-ролла Тут уже ничего не поделаешь Я решил, что все должно обязательно перелиться в форму альбомов Ведь тогда еще многие пытались называть это концерты Я сказал, никаких концертов, это альбомы Потому что у них есть оформление, у них есть изготовитель, то есть продюсер Это была важнейшая вещь, которая фактически сделала подпольный русский рок Всенародным молодежным феноменом Тут, потому что Валерий Петрович Ушаков, он создал такую систему Что нас нельзя было так сильно прижучить Мы все ошибки учли И сам из Дата Однако, если сам из Дат читали тысячи, то магниты из Дат слушали миллионы Повсюду открывались полуподпольные студии звукозаписи, где можно было записать все на свете И очень скоро анонимные писатели стали конкурентом многолетнего монополиста фирмы «Мелодия» Потому что спрос на эти записи был просто феноменальный Во-первых, Борька привез синий альбом с его этими наклеечками А потом Троицкий привез треугольник Как правило, у меня они появлялись тут же Просто ребята его привозили с оформлением, так сказать А вы клеили, да, это все оформление? Да Прямо своими руками, фломастерами? Да, 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 да 83-й, 81-й И они действительно вырезали обложки, наклеивали их на картонные коробки с советскими катушками Там был трек-листинка и там все эти, значит, красивые фотографии Вилли Усовой или Димы Конрада или кого-то еще Боря ездил где-нибудь выступать, он вез с собой эти катушки с наклеенными этими фотографиями И моментально доходило до Владивостока То есть вся страна уже слышала эти альбомы и видела даже фотографии Это был настоящий андерграунд, это был настоящий такой DIY, да? Сколько примерно ты лично на скидку из городов? Несколько десятков, два-три десятка Бобл на это нацелен, что надо это делать, надо потихонечку, значит, вот бить туда и добиваться, в эту точку будешь бить и ты пробьешь Хочется записывать альбомы, хочется, чтобы у них были обложки Если это не делает государство, значит, мы это будем делать сами Они были информативны, они передавали какое-то ощущение того, что в этом городе, в далеком городе Ленинграде Что-то там происходит такое, что не может к этому времени произойти в Сибири И поэтому это спровоцировало каких-то, опять-таки, тех же самых людей, как Егор Летов или кто-то Начать что-то делать в своих каких-то там вот этих вот категорически удаленных от всего города Тем временем «Новая волна» докатилась и до Москвы, где в 82-м году Василий Шумов и его группа «Центр» записали свой первый альбом «Центр» мне сразу же вот с первого прослушания, они мне очень понравились Потом я часто говорю, что его как бы пробила песня «Звезды» всегда хороши, особенно Потому что, как он потом говорил, ничего подобного в русском роке он не слышал У Васи Шумова его фишкой был не столько точная и талантливая, но копейка Копирование Запада, как, скажем, это было у Майка Игоря Мечкова, а он выруливал какую-то, значит, Здешнюю русскую историю В качестве корней он представлял совершенно неожиданные вещи, а именно «Серебряный век» Игоря Северянина, весь вот этот самый русский декаданс Отчасти даже русскую эстраду Вертинского Пушкин, Еевтушенко, Иванов, Петрова, Курчаток, Толашников, Пинтиков, Шпунтикова навсегда, навсегда Троицкий стал всячески пропагандировать творчество коллектива Он распространял выходившие друг за другом магниты альбомы группы, устраивал им концерты и проталкивал на телевидении Несмотря на все мои усилия, в общем, не удалось мне сделать из центра, условно говоря, московское кино или что-то в таком духе Все-таки центр всегда был скорее группой для каких-то ценителей, для каких-то снобов и так далее В том же 82-м году Артемий написал новую статью в журнал «Зеркало» На этот раз речь шла не только о БГ, но и о Макаревича, Майке и других Представим себе их муз У БГ богемная чудачка, неглупая и прихотливая У Майка, конечно же, сладкая Н Славная центровая давалка, примодненная и натуральная пьяница Макаревич уже тысячу лет не писал песен о любви и вообще о женщинах Музу его представляю себе с трудом, в виде средних лет учительницы Незлой, интеллигентной и сустой Все, что я тебе скажу, все будет из бумаги Ох, как я тебя люблю в универмаге 1982 год Артему 27 лет Критический возраст для рок-н-ролла Троицкий становится вдохновителем и одним из организаторов легендарной группы «Звуки Му» На первых порах, пока не собрался весь состав, Артемий занимал место гитариста Мамонов Петя был близким другом Саши Лепницкого И познакомил меня с Мамоновым именно Лепницкий И было это, я думаю, в 1971 году Ну и мы дружили с Артемом Троицким Мы дружим сейчас Вот он мне позвонил Я помню, и ужасно волнуюсь, заикаясь Сказал мне, Артем, приезжай Я ему сказал, Артем, вот что-то у меня там написалось Слышь послушный? Говорит, давай И он взял гитару, и мы с ним вдвоем сели И он мне стал, значит, петь свои песни Я ему спел, он говорит, ну это класс Ему очень понравилось Я говорю, Петя, послушаю, сейчас здорово получается Это очень необычно, это очень артистично Продолжай все это делать Ну я стал это уже делать, относиться к этому достаточно серьезно Все равно Опять напьюсь Будет много музыкантов, много солистов, много солисток Я, кстати, тоже один из солистов этого фрик-шоу То есть из всех фриков я, конечно, сам фрик Потому что больше всего похож на нормального Но это очень обманчивое впечатление Лилия, Артем был первым солистом от «Вуковму» Аж 20 лет назад он дебютировал в московском клубе «Акватория» Крутые 90-е годы Лилия, ты там спел? Я об этом ничего не помню Как и положено фриком Именно Артем мне сказал А как ты относишься к песенкам, которые Петя начал писать в начале 80-х годов? Ну, я как-то совершенно не верил Как мы, в общем, один из самых близких друзей Так поздно, после 30 лет, начал писать песни в 30 лет Ну, что это серьезно А Артем мне говорит Ты знаешь, мне кажется, у него очень интересные песни Ты так к этому отнесись серьезно И, пожалуй, это было первым таким толчком Потому что лицом к лицу лица не увидать А тут человек, чему мнению я доверял Как меломану и критику Вот сказал Смотрись-ка, вслушайся в эти песни И я так потихонечку вслушался И весной 83-го года дал Мамонову согласие На то, что мы с ним делаем группу «Звуки мол» Ну, и я с ними тоже репетировал С ними играл на соло-гитаре Артем пытался играть на гитаре Потому что младший брат Мамонов, Алексей Бортничук Еще тогда, по-моему, даже не освободился из тюряги В которой он сидел за тунеядством Я толком играть не умел Зато я очень любил издавать разные звуки, шумы Но факт тот, что я никогда не мог запомнить Что я играл в прошлый раз У нас группа формировалась по ходу Главное было собрать единомышленников и друзей И эти друзья научились играть Каждый на своем инструменте Так сложилась группа «Звуки мол» Я ем на помойках Я пью из луж Дождь меня мочит Дождь мне как дух И солнце То есть песик говорил Вот, послушай, вот в прошлый раз отлично сыграл Вот это вот запомни И вот так играй всегда Ну, Артему было Не досуг много репетировать А мы серьезно очень с Мамоновым готовились Стать главной группой Москвы Я все время играл какую-то отсебятину Все время играл то так, то сяк И репетировали каждый божий день Мне надо было удовольствие получать от игры А не от того, что я там четко выполняю какое-то поставленное задание Эта песня очень раздражала А меня очень раздражало все остальное Поэтому я там долго не выдержал Артем отлынивал и был, в общем-то, изгнан Крокодил не ловится, не растет кокос Плачет Богу, молится, не жалея слез Плачет Богу, молится, не жалея слез В 83-м году начались гонения на рок-музыку Артем тоже оказывается в черном списке Просто мрак Дохли эти генсеки Меня выгнали с работы И на меня спикировало КГБ Они мне говорили Вот мы знаем, что вы общаетесь с такими-то корреспондентами Что вы общаетесь с такими-то музыкантами Но я им честно сказал, что я вообще политикой не интересуюсь Вот, со шпионами не вожусь Ничего не знаю И поэтому ничего вам не сказать Не уж тем более какие-то отчеты писать не стану Точка, все И вот вскоре после этого меня уволили из института как раз Я уволился с работы Потому что я устал И я совсем не пью вина Я хожу в спортивный зал Я испытал некоторое облегчение Когда вот вся эта официозная Как бы часть моей жизни рухнула Перестал я даже бриться Но щетина не растет Стал я чистым, чистым, чистым С той поры, как взял расчет То есть это была точно такая же история Как с Борей Гребенщиковым после Тбилисского фестиваля Когда его поперли с работы Поперли с комсомола и так далее И все И он понял, что он уже теперь стопроцентный сторож и дворник И может заниматься любимым делом на полную катушку Вот со мной произошло точно то же И тогда вот это было самое мрачное время В то же время это было время величайших открытий То есть вот прикинь В 79-м году я открываю Бориса Гребенщикова В 80-м году я открываю Майка В 81-м году я открываю Цоя В 84-м году вообще величайшее из моих открытий Александр Башлачев Я просто купался в гениальных, талантливых людях Я им всем помогал И это был, может быть, какой-то самый неказистый в бытовом отношении И безденежный и так далее Самый счастливый период моей жизни Ну, вся история группы Браво связана напрямую с именем Артемия В 83-м году на горизонте Артема появляется роковая женщина по имени Жанна из группы Браво И Браво это уже было чистое веселье То, чем наш рок вообще никогда не отличался Плюс Жанна Агузарова Сегодня позвонила тебе домой А мама мне сказала, что ты у другой На улицу я вышла, взяла там все Но доберусь до вас, пощады не проси Жанна Агузарова это вообще был удар под дых Потому что, с одной стороны, это едва ли не первая вообще в России рок-н-ролльная женщина Помимо всего этого, это еще и Жанна Агузарова Этим уже все сказано Какой ты чудный рок-н-ролл, в тебя влюбилась я И ты меня полюбишь, уверена я Все решено, ты не буду я с тобой дружить С хорошими людьми тебя делить Вообще, самые первые встречи, наш самый первый концерт в дискотеке «Крылатская» Мы были никому неизвестной группой В один день мы стали знаменитыми После концерта ко мне подошел Артемий И, как я сейчас помню, оторвал кусок от газеты Илья оторвал, Леон, и он написал шариковой ручкой свой телефон То есть, это было признание, высшее признание для меня в тот момент Потому что, ну, это был Бог Ну, естественно, я стал группе «Браво» всячески содействовать Выражалось это в том, что я тут же им зарядил какие-то выступления А главное, я им зарядил съемки на телевидении Итак, мы начинаем показ профессиональных песен С премьеры песни юных железнодорожников Это мы с Жанной Агузаровой А по времени могу сказать точно Это январь или февраль 1984 года Фотография была сделана буквально накануне ее ареста Ну, тогда, правда, я не знал, что ее зовут Жанна А также, что ее фамилия Агузарова Тогда мы ее все знали как Ивану Андерс Иван Андерс, пап-мама, работает в Нью-Йорке в Организации Объединенных Наций Сама она студентка Московского медицинского института Ну, потом оказалось, что все это совсем не так И что все это была придуманная ею и блестящая совершенно сыгранная ею легенда Причем от начала до конца Мы видели паспорт, в котором было написано, что ее зовут Ивана Андерс А было написано На самом деле, это девушка из Тюменской области Приехала в Москву, поступила в ПТУ Значит, оттуда ее прогнали И вообще как бы жила непонятно где и непонятно как Вот, но при этом вела она вокруг пальцев всех В том числе, ну, как бы самых близких людей Я еще не был самым близким человеком Вот, хотя, значит, мы тут же близко подружились Но, скажем, Женя Хафтан, он тоже ничего об этом не узнал абсолютно О ее имени, настоящем имени я узнал в кабинете следователя Следователь сказал, что ее зовут не Ивана, а ее зовут Жанна Агузарова И тут впервые я назвал свою следователь на «ты» и сказал, что ты врешь Потому что я не мог в это поверить До этого она для меня была Иваны Андерсом Ну и история с их арестом История такая Значит, они давали свои концерты Причем у них даже два должно было быть концерта Я должен был эти концерты вести Но случилась такая штука Что прямо вот в день этого концерта Проснулся я утром с Ангиной Я позвонил Женьке Хафтану И сказал ему, Женя, извини, ради бога Я еле говорю, концерты провести не смогу Так что вы там спокойно без меня выступаете Как выяснилось впоследствии Ну, это опять же судьба меня хоронила, что называется Винтить на самом деле должны были меня А не группу «Браво» Меня должны были прихватить Вменить продажу билетов на этом концерте И спокойненько меня за незаконную коммерческую деятельность На несколько лет упечь В финале первого концерта на сцену вышло большое количество милиции Которая разъединила пополам зал Разрубила зрителей и музыкантов Все осталось на местах Коридор сделали Подъезжают эти машинки маленькие Всех туда пачечками загружают и куда-то везут Потом, значит, Жанну Агузару и посадили за подделку документов Потому что она пришла на Петровку 38 на допрос Как бы с поддельным паспортом Она пострадала больше всех из нас, я считаю Потому что она попала вот в эти жернова Вот эта история всей И исчезла из группы где-то на полтора года Ну вот она уехала 84-м, 85-м вернулась На рог елку Нет времени, чтобы себя обмануть И нет ничего, чтобы просто уснуть И нет никого, кто способен нажать на курок Моя голова перекресток железных дорог Вот два джедая Товарищ Артемий и Парфенов Едут вглубь галактики Находят чудо чудное из чудес Парня, который поет свои песни и баллады И вот в этот самый день, когда был сделан этот снимок В моей жизни случилось одно из самых важных событий Арфенов пригласил к себе в гости меня и Башлачева И Башлачев там впервые исполнил свои песни в том числе Впервые исполнил время колокольчиков Я это дело послушал, сошелся у нас легка Ну а остальное, как говорится, историк Ох, долго шли, с ноем и морозами Все снесли И остались вольны, и жрали снег С кашей березовой И росли брови С колокольнями Во-первых, это лучшая поэзия, что мне известно У него потрясающая работа со словом Что ж теперь, ходим круг до окола На своем поле, как подпольщик И если нам не отлили колокол Значит здесь время колокольчиков Второе, это, наверное, то, что он сделал что-то такого, чего не делал для него никто Он взял вот эту вот русскую тему Эту неподъемную, огромную, невероятно болезненную, разваливающуюся, гниющую русскую тему Я рад, что я живу в России И дай бог, мы здесь уже Здесь очень весело, на самом деле Это очень смешно Да, да То есть этим занимались философы, да Этим занимались писатели Толстой, Достоевский, Соловьев, Бердяев Есть вещи, которые можно не писать И есть вещи, которые нельзя не писать Как бы лучшая наша рок-группа, даже машина времени Аквариум и так далее Ну, я видел во всем этом отголоски в первую очередь Ну, в музыкальном отношении Битлз, а в текстуальном отношении бардовской песни и советской поэзии И вот именно поэтому, услышав впервые Башлачева, для меня просто открылась какая-то совершенно новая бездна И это была русская бездна И я в нее упал просто с широко открытыми глазами Потому что это был реально неземной человек Только уж если от кого сияние исходило, то вот это от него То есть и сияние, и как там все это называется, энергетика, мистика и все прочие эти мошеннические словечки Которые я, в принципе, ненавижу Вот они вот в нем были сфокусированы по-настоящему Не по-шарлатански, а по-настоящему Вот я его вытащил в Москву И Башлачев, он у меня обычно жил в Москве И, значит, разъезжал по квартирам и давал там концерты 1985 год В Советском Союзе новый вождь Михаил Горбачев взял курс на перестройку, ускорение и сухой закон А в Москве открылась рок-лаборатория This is Olga, our director of rock laboratory Ну что, лаборатория, организация, которая объединяет любительские коллективы московские музыкальные Ну и за все время, пока мы существуем, мы пытаемся сделать так, чтобы и концертная, и репетиционная жизнь, и всякая другая коллективов стала более планомерной, более квалифицированной и, наверное, более интересной Надо сказать, что участие в московской рок-лаборатории, а я там участвовал, наверное, года-два Оно научило меня одному И я понял, что вот как-то я был всю жизнь одиночкой И сам по себе, и не доверял, и не доверялся никому, кроме своих друзей, проверенных людей Вот так вот мне лучше жизнь свою и проводить, а не становиться общественным деятелем В том же 1986 году случилась авария на Чернобыльской атомной станции И Артем Троицкий с Аллой Пугачевой стали ведущими благотворительного телеконцерта в поддержку жертв катастрофы Счет номер 904 Это событие показали на весь мир Артема заметила английское книжное издательство и предложила написать книгу про советский рок Само собой разумеется, это было предложение, от которого я никак не мог отказаться Я сказал, да-да-да, конечно, я готов, вперед И приступил к работе Писал я эту книгу с большим удовольствием Она писалась в самый разгар перестройки гласности Она полна оптимизма Вот там как у нас сейчас все будет здорово Все открывается, все разрешается Таланты фонтанируют В общем, очень оптимистичная, очень такая радостная книжка получилась В том же году Артема впервые за почти 20 лет выпускают за границу Он летит в Лондон, а потом в Штаты И начинается уже совсем другая история Он наконец-то знакомится с теми, кого так долго слушал и о ком так давно писал Ну и там уже начались всякие легендарные события Началось все с того, что моим первым гидом по Лондону была Мэри Маккартни Одна из трех дочерей Пола Маккартни Почему? Потому что она работала секретарем редактора моей книги в издательстве Omnibus Press Она же меня во время этого же визита познакомила с Полом Маккартни Откуда взялась известная фотография Это слайд, где мы с Полом Маккартни Это полароидная была фотография, которую сделала Линда Маккартни В общем, стал я ездить с этой книгой, но при этом я не забывал своих друзей И постоянно все свои поездки я употреблял на то, чтобы пропагандировать там этот самый русский рок В это же время на Запад выезжает и Борис Гребенщиков Поколение дворников и сторожей победило Поколение дворников и сторожей Потеряло друг друга в просторах бесконечной земли Все разошлись по домам Из дальних странствий, возвратясь почетным гражданином родины рок-н-ролла города Мемфиса Артем становится главным экспертом по советскому року у себя на родине С его участием выходят десятки документальных фильмов Которые снимают за несколько лет в перестроечной России съемочные группы со всего мира Все были построены одинаково То есть отрывки из каких-то концертов, рок-клубовских, рок-лабораторских Короткие интервью с музыкантами Я сейчас очень голоден, примерно как Мик Джаггер в 65-м году Ну и какие-то такие основополагающие исторические пояснения с моей стороны Так случилось, что наше поколение убежало от русского языка и всего русского В свой игрушечный мир западной культуры И нам в нем было очень хорошо В том же 87-м году случаются эпохальные события Знаменитый музыкант и продюсер Дэвида Боуи, Talking Heads и U2, Брайан Ина, приезжает в СССР и с помощью Троицкого знакомится с группой «Звуки Му» В Москву, выполнив свое обещание, приехал правильный И вот мы находимся с ним в студии звукозаписи В звуках «Му» он увидел и услышал что-то такое, чего он не видел никогда до этого Он поет так, что это выглядит как рок-н-ролл Но на самом деле это поэзия Это одновременно смешно и мрачно Это очень странные, взаимоисключающие понятия Поэтому он вцепился к звуке «Му» и хотел с ними работать Химическая реакция между Петей Мамоновым и Брайаном Ина не произошла Петя оказался человеком очень упертым И вместо того, чтобы расслабиться и получать удовольствие от работы с Брайаном Ина Он категорически хотел, чтобы все звучало так, вот как он это слышит Это не понравилось ни мне, это не понравилось Ину По поводу звуков «Му» мне трудно сказать, может быть им это и понравилось Для звуков это был однозначный успех Ведь за первые три недели только в Англии и США было продано 35 тысяч наших пластинок Инуэнти, они по-честному это дело довели до конца И вложились в раскрутку и устроили звук «Му» кучу всяких гастролей в Европе и в Америке Только-только Warner Brothers нас раскрутили Большие деньги они ухнули Вот, и тут же мы... Thank you! Ансамбль кончился как звуки «Му» и мы, каждый из нас будет делать что-то другое Кончились 80-е годы и закономерно кончилась вот эта большая и прекрасная игра Ну ладно, кончайся, мать, пойдем Пойдемся потихонечку У нас там целый такой вот квартал Где-то коронены Кроицкие, Соколовые, Сретенские и Иерусалимские Эта песня посвящается потерянному поколению После победы медиатора Спасибо Посвященному поколению 80-х годов Эта песня называется «Три городской плюс» Потерян Рок звезды и их победы оказались очень хрупки Ты слишком красиво говоришь На стыке десятилетий погибает Башлачев, Майт и Цой Все трое разбиваются, каждый по-своему Цой на гребне своей славы засыпает за рулем и въезжает в автобус, который идет на восток Связь Троицкого с Цоем и кино никогда не прекращалась надолго Сначала Артем устраивал концерты группе «Автоматические удовлетворители», в составе которой был юный Цой Потом организовывал квартирники для дуэта «Цой и рыба» А когда собралась группа кино, Троицкий возил их на разные иностранные фестивали Не могу сказать, что я что-то сделал для кино в последние годы их жизни Потому что ими уже занимались профессионалы, такие настоящие промоутеры Я уж не говорил про Юру Айзеншписа, который в них вцепился мертвой хваткой И устроил им такую жизнь в стиле шоу-бизнес А похороны, ну, это была тяжелейшая история Никто вообще не понимал, что произошло Витя веселый, нормальный, успешный и так далее И вдруг такое Все стояли и молчали И я тоже молчал, ни с кем не было охоты разговаривать Так просто молчал и думал, елы-палы, нет, Цой, как так? Я помню, тогда Марьяна, она ко мне подошла Вот, естественно, вся опухшая и зареванная И говорит, ну, хоть ты что-то скажи Ну, я что-то сказал, я не помню Ну, что, спасибо большое На этом все это заканчивается Всего вам доброго Башлачев, измученный депрессией, нищетой и творческим кризисом Выбрасывается из окна Я знаю, зачем Иду по земле Мне будет легко Улетать Потому что буквально за неделю-две До этого, чертова, февраля 88-го Башлачев с его подругой тогдашней, Настей Они были у нас в гостях в Москве И вот они к нам пришли, ну, естественно, выпили, закусили Прекрасно поговорили и так далее И я просто чувствовал, что он не хочет уходить И я ему навстречу не пошел И я считаю, что это был самый плохой поступок в моей жизни, наверное Я себя за это горю и виню и гноблю до сих пор Любовь режиссер с удивленным лицом Снимающий фильм из печальным канцем А нам все равно так хотелось смотреть на экран Любовь и тобой заголдованный дом И думаю, что все еще спят там в своем На улице Сакаванцетти Мой дом 22 Они еще спят, но они еще помнят слова Это, конечно, был серьезный шок Вот Но не такой серьезный, как можно было бы себе представить Потому что к этому дело шло Исподваль как-то интуитивно Я был к этому готов Мне от этого было только хуже Мне было от этого невыносимо плохо В том числе и потому, что я чувствовал свою вину Ставили, ставили на чудо, ставили на чудо Выпала беда Да, да, по оврагу рыщет Бедовая шайка Я, как и все остальные поганые эгоисты Я требовал у него новых песен Я спрашивал, а чего новенького? А почему не пишется? А почему чего-то не происходит? То есть мы не смогли его остановить Мы не смогли его удержать Мы не смогли его спасти В то же время каждый, наверное, что-то мог для этого сделать Вот я скажу точно, что-то мог для этого сделать Это кладбище в Ленинграде для меня самое грустное место на земле Не плачь, не жалей Кого нам жалеть? Ведь ты, как и я Сирота Он был моим духовным отцом Он научил меня не стыдиться того, что я русский Он не плачь, чтобы быть русским Ну что ты, смелее Но нужно лететь А ну, отвинта! Все отвинта! Я слишком долго был здесь Наверно, мне пора прощаться И все же я хотел бы остаться, но, увы, мне пора Я возвращаюсь домой У Майка тоже творческий кризис Он забрасывает себя и по дороге домой падает и разбивает голову о поребрике И когда я уйду, кто-то скажет Что-то случилось с Майком И кто-то засмеется и откроет бутылку вина Майки-майки Ничего ты тут уже больше не скажешь И слеза наворачивается И какой он был клевый, как нам его не хватает Сладкое слово домой Да, по сугробам Мы же дальше не пройдем Ну что, приумолк-то, браток? Да потому что не... Вместе с Советским Союзом умирает и советский рок Распадаются аквариум, звуки му и центр Вася Шумов и Жанна Агузарова уезжают в Калифорнию В это смутное время Артемий Троицкий начинает работать на российском телевидении В музыкальной программе А А потом и в собственном шоу «Кафе Обломов» Но мне поступило предложение возглавить музыкальную редакцию на канале России И я там, в частности, стал делать эти самые музыкальные передачи Их было очень много Я думаю, около десятка передач состояло при моей редакции И они были очень разные То есть, во-первых, я туда перетащил программу А Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа А В первый раз у советских, а затем и российских рок-меломанов и музыкантов Появилась своя телепередача Программа А Сегодня в нашей передаче последние новости из мира поп и рок-музыки В ней было все, что можно только представить Живые концерты наших и западных музыкантов Клипы, интервью, новости И все это в прямом эфире с живым стереозвуком и с трансляцией по радио Что очень смело даже по теперешним временам Главным ведущим и режиссером программы был Сергей Антипов Заслугой программы А С моей стороны, по крайней мере Было то, что, во-первых, я до аудитории первого телеканала Я до нее дотащил таких артистов, как, не знаю Том Уэйтс, Ник Кейв, Лори Андерсон, там, прочее, прочее Которых не то, что в Советском Союзе А, в общем-то, честно говоря, и в Англии, и в Америке По публичным, таким, общенациональным каналам Практически не показывали С другой стороны, мне удалось вытащить программу А кучу своих любимцев из числа исполнителей советского рока В частности, это были украинские вот все эти группы Вопли Ведоплясова, корешский асессор и так далее С другой стороны, скажем, Чолбон из Якутии В общем, или там Мном Поскольку некоторые телезрители сомневаются в существовании групп Под таким названием, мы с удовольствием показываем вам ее живьем Самым пиковым достижением программы А было то, что были сняты, более того, пошли в эфир концерты, скажем, группы «Автоматические удовлетворители» из города Петербурга Это были наши наикрутейшие панки Мне ничего не надо Работу телеведущего Артем совмещал с работой теленачальника У этой работы быстро обнаружилась темная сторона К нам подтянулись всевозможные проходимцы То есть люди, которые просто приходили на канал с конвертами, со взятками Стали там проталкивать своих артистов, естественно, попсовых Конверты Троицкий не брал, и многие продюсеры получали от ворот по ворот Оказалось, что эти люди просто-напросто после меня шли этажом выше Тут же, я думаю, размеры взяток в 2-3 раза увеличивались И все это находило свой путь То есть я себя ощутил, естественно, полным идиотом То есть стоит вот такое интеллигентское пугало, размахивает рукавами Вот, а это пугало просто-напросто все обходят стороной И начинают, значит, уже у него за спиной что-то плевать Вот, и как раз очень ко времени подошло интригующее предложение Кстати, вил с ним тот же Леня Парфенов Он предложил мне перейти на вновь, точнее, не вновь, а впервые создаваемый канал НТВ Условием того, что я буду там работать, стало то, что они хотели, чтобы я вел свою программу Чего я раньше, на самом деле, никогда не делал, то есть я показывался в программе А Но у меня там был блог не более того, а вот так вот, чтобы сольная авторская программа Этого со мной еще не случалось, но вот так получилась программа «Кафе Обломов» Только что началась первая передача из долгого цикла «Кафе Обломов» Которая, в общем-то, имела довольно большой успех и даже получала всякие премии И самый почетный, самый желанный гость в программе «Кафе Обломов» Человек, чей видеоклип мы смотрели много раз, это Дэвид Боуи Здравствуйте, Дэвид, приветствую вас в «Кафе Обломов» В «Кафе Обломов», кроме Дэвида Боуи, побывало еще сотня всяких звездных гостей Лежа на подушках, Артемий смотрел с ними видеоклипы, обсуждал их И выбирались худшие и лучшие видеопередачи Программа скоро тоже стала культовой, и ее тоже стали записывать на видеокассеты Кафе Обломов Сделаем жизнь мягче Вы одновременно и художник, и музыкант Эти два направления, они где-то пересекаются, или же это два совершенно различных аспекта вашей творческой личности Если я захожу в тупик своей музыки, то часто пытаюсь прорисовать выход из лабиринта И каким-то образом происходит синтез, который позволяет мне разрешить музыкальную проблему, нарисовав ее для себя Бывает и обратная Замечательная программа Если бы только не эти идиотские клипы, которые постоянно показываете и заставляете людей их обсуждать До свидания всем нашим телезрителям Вы смотрели программу «Кафе Обломов» Дэвид Боуи У нас Лёва Катруицкий Надо сказать, что 1994 год это был важный год Это был год, когда сложилось впечатление, причем такое довольно убедительное впечатление Что рок-музыка обрела что-то вроде второго дыхания В 1994 году у Артема случился типичный кризис среднего возраста Он осознал, что сразу несколько его жизненных тропинок одновременно пришли к разбитому корыту То есть мне на самом деле захотелось от музыки куда-то деться Я действительно 20 с лишним лет отдал рок-н-роллу, поп-музыке Вот всем вот этим подпольным и альтернативным делам И надо сказать, что мне это очень наскучило И я решил, что, наверное, имеет мне смысл заняться литературой К тому же у меня всегда в голове роились там какие-то сюжеты, какие-то романы Зайчек зажгись Опять же вовремя поступило предложение от американцев Насчет того, что они хотят заделать русскую версию журнала «Плейбой» И рассмотрев кучу там всяких кандидатур Не обнаружили в нашей стране никого, кто с этим мог бы справиться лучше, чем я Главный эутаман России, редактор основателя российского «Плейбоя» Господин Артем Кровецкий Ваше аплодисменты Я очень удивился, когда он стал редактором журнала «Плейбой» Потому что его стиль — это не есть соглашаться с обществом и делать обществу какие-то подарки Да, ну, тут остается только развести руками, это, конечно, вещь Артем развернул в «Плейбоя» бурную деятельность Очень скоро на обложках появились свои, отечественные «Плеймейтс» Их становилось все больше и больше, и иногда они даже не влезали все на одну обложку Что касалось литературы, то Артем писал статьи сам, давал писать друзьям и коллегам и привлек к работе всех самых прогрессивных журналистов и писателей того времени — Аксенова, Пелевина, Сорокина, Ерофеева и других Иллюстрациями занимались тоже не последние люди той поры В частности, художник Дмитрий Врубель Но потом это приелось, конечно Это приелось, особенно меня доставали, конечно, отношения с рекламодателями В общем, это была жуткая головная боль, которая мне страшно надоела Да и вообще вся эта история мне более или менее надоела И поэтому, по-моему, в 2000-м или в 2001-м году я решил с «Плейбоем» распрощаться После этого имею с ним такие сугубо пунктирные отношения, как редактор-основатель, но не более того Тогда же на стыке тысячелетий Артем уходит с телевидения Закрываются «Кафе Обломов» и программа «А» Большое спасибо, что вы нас смотрели Открывается российское MTV и наше радио Но это уже совсем другая история, имеющая мало общего с Артемом и рок-музыкой Некоторые вещи становятся ненужными Может быть, музыка для умных бывает не всегда нужна, но что поделаешь В своем опыте рока Троицкий утверждает, что именно тогда, в конце 90-х, рок-музыка окончательно умерла Нет, я никогда не говорил, что рок-н-ролл когда-то умер Естественно, рок-н-ролл жив Пока есть талантливые и искренние музыканты, которые этот рок-н-ролл играют Рок-н-ролл жив Другое дело, что он перестал развиваться То есть я обычно сравниваю это с эпохой великих географических открытий Было время, да, Магеллан, Васко де Гава, Христофор Колумб Когда открывались новые страны, новые реки, целые новые континенты и так далее Вот это была история роков 50-е, 60-е, 70-е, ну и даже отчасти в 80-е годы Сейчас все открытия, все великие музыкальные открытия в рок-н-ролле уже сделаны Родившаяся в эпоху космических технологий, рок-музыка изменила картину современного мира Как ни один другой социальный феномен Ровесник этой музыки Артем прошел с ней, оставляя по дороге путевые заметки Через все ее этапы развития, от начала до конца И когда закончилась генеральная линия рока, Троицкий пошел уже своим путем Начался 21-й век Артемию преподает в МГУ на факультете журналистики Снимается в кино, ведет радиопередачи, выпускает книги и привозит западных музыкантов в Россию Я на самом деле осуществил все свои юношеские мечты по части гастролеров Мы привезли Сюйсайд, Такси Дом Мун, Резиденс, Лидию Ланч, Ника Кейв, Марка Элмонда Кучу-кучу всякого народа В 2008 году Артемий придумывает премию независимой музыки «Степной Волк» В 2010-м он запускает видеоцикл «Опыт рока» год за годом И в том же 2010 году у него случается конфликт на радио Совсем как когда-то в школе он ставит запрещенную музыку в эфир И с этого начинается уже совсем другая история Артемий Троицкий как оппозиционер, гибридный иммигрант и политический комментатор Моя вовлеченность в политические дела, она чисто эмоциональная Он стал больше сейчас интересоваться писать и рассуждать о политике Что в принципе, в принципе, закономерно и мне понятно То есть у меня не вызывает это никакого ни отторжения, ни вопросов Я понимаю, почему это происходит, потому что тот нерв, о котором можно было писать И там музыка, все очень сильно изменилось, ничего нового, взрывного не произошло Артем был всегда рядом с самым модным, самым интересным Почти весь 2011 год Троицкий провел в судах На него из-за его острых публичных высказываний было подано сразу несколько исков Немного подорвав здоровье, Артемий выиграл почти все дела И как-то незаметно оказался в рядах оппозиции Он участвовал почти во всех ее акциях И там Троицкий, как когда-то в рок-лаборатории, понял, что не особо вписывается в коллектив И лучше ему двигаться, как и раньше, одному На работе в университете тоже все было непросто У Артема урезали зарплату в 20 раз, а его занятия стали подвергаться цензуре Артем решил уволиться Я уехал работать, я сейчас живу и работаю в Северной Европе У меня там имеются интересные занятия У меня там масса прекрасных друзей и замечательных знакомых Моей семье там тоже нравится В последнее время появилось достаточно много людей из Москвы и из Питера Так называемых новых эмигрантов С которыми мы тоже поддерживаем со многими очень хорошие отношения Ну, в общем, на недостаток общения жаловаться грех 2017 год. У Артемия выходит новая книга Книжка вышла в Англии, называется «Субкультура. История русского молодежного сопротивления» Начиная с Дэнди Декабристов и заканчивая гопниками и хипстерами Ну и дальше поехали. Лермонтов, Пушкин, Обломов, Петр Павленский Пусси Райд, разумеется, тоже Весной 2018 года Артемий Троицкий был замечен в Питере На спонтанном уличном концерте группы «Аквариум» Поздоровавшись с музыкантами, Троицкий сел к ногам БГ и просидел так весь концерт Ходит ли он сейчас на концерты и слушает ли новые альбомы выживших друзей и соратников? Мне очень нравится то, что делают все последние годы Боря Гребенщиков Его сольные альбомы, особенно вот этот альбом «Солен», он просто фантастический Я вообще считаю, что это едва ли не лучшее, что он сделал Спасибо, что пришли сегодня сюда Мне очень нравится то, что делает Андрей Макаревич в последнее время тоже Но он стал таким совсем таким бардом, таким умудренным, таким галичем 21 века Вася Шумов стал тоже таким электронным политическим комментатором Концерт, который меня, скажем так, больше всего порадовал, это был концерт Пети Мамонова Петя Мамонов казался тем же Петей Мамоновым, диким, необузданным, огромным выдумщиком Ну и напоследок хотелось спросить у главного российского рок-идеолога Существовала ли когда-нибудь эта самая рок-идеология? И в чем ее суть? Я думаю, что, конечно же, рок-ин-ролльная идеология существовала, она менялась со временем Лозунги и девизы менялись, но было всегда что-то, что оставалось постоянным Я думаю, это такое неудержимое стремление к свободе И стремление отличаться от пошлости и банальности доминирующего мира Это было в рок-ин-ролле всегда, и это на самом деле было вообще всегда Александр Башлачев, Поезд Нет времени, чтобы себя обмануть И нет ничего, чтобы просто уснуть И нет никого, кто способен дожать на фронт Моя голова в перепрестах железных дорог Есть целое небо, нечем дышать здесь тесно Я не пытаюсь бежать Я прочно запутался в сетке ошибочных строк Моя голова в перекрестах железных дорог Любовь, как курант доставших часов И стойкая благоязнь чужих отрестов Любовь, это солнце, которое видит закат Тогда я, это твой неизвестный сам тат Дело в том, что музыкальной журналистики, к сожалению, в нашей стране так и не сложилось Я имею в виду в том ее виде, когда журнал пишет, что это хорошо И это значит, что это действительно хорошо И что это имеет какой-то вес в обществе Что люди прислушиваются к какому-то мнению и так далее И вот Артемий Троенский, он, на мой взгляд, на мой личный взгляд Заменил собой, в принципе, всю так называемую авторитетную музыкальную журналистику в нашей стране Человек, который очень здорово понимает, чувствует музыку И умеет перед тобой ее великолепным образом раскрыть По большому счету, такая роль музыкального критика остается идентичной Что тогда, что сейчас, то есть дать какие-то такие направления тебе, если ваши вкусы сходятся Ну, я бы пожал ему руку, просто пожал руку Вот, смотрите, друзья, я наконец-то стал пенсионером То есть мне стукнуло 60 лет, я никогда в жизни не думал о том, что стану пенсионером И вообще не задумывался о пенсии, о чем-нибудь таком Вот она, это моя пенсионная книжка Вот так прямо написано, Троицкий Артемий Киуч Когда родился, такие дети имеются